Семья Крижевских переезжает в особняк. Григорий назначает вере свидание. Кочубей убеждает Ивана вернуть себе доброе имя, поехать для этого в Москву. Иволгин предлагает юрцу деловой союз и поручает подбросить Крижевским некое письмо. Лиза, увидев рисунок Коли, восхищается его талантом. Григорий ищет покупателя на картину в Рубеля. Елена получает анонимное письмо. Что? Плохие новости? Мы на пляж пойдем? Да. Да, только попозже. Митя, ты пока в комнату. Иди к себе, разбери вещи, ладно? Что случилось-то? Вас письмо так расстроило? Алло. Это я. Проверь почту. Я тебе выслал по интернету фотографию той самой картины. Да, есть. Я все получила. Теперь слушай внимательно, моя радость. Разошли это фото нескольким нашим постоянным клиентам. Ну, конечно, не волнуйся. Ну, кому именно ты знаешь? Хорошо, я все поняла, я сделаю. А что потом? Потом обзвони их и узнай, интересует ли их картина и сколько они готовы за нее сдать. Хорошо, я перезвоню тебе, как что-то узнаю. Да, хорошо. Гриш, а ты надолго в Крыму задержишься? Я очень скучаю. Если от постоянных клиентов серьезное предложение не поступит, или они будут слишком долго думать, опубликуй фото в интернете. Ну, хорошо. А, Вань, что, на смену пришел? Да нет, мне поговорить нужно. Поговорить? Слушай, давай только здоровье поправим. Ну, ты знаешь, у меня так голова раскалывается и в ушах звенит. Давай, а там в шкафчике есть. Да погодите вы с этим. Вот. Вы выслушайте сначала меня. Ну, что случилось? Да я сегодня последний день работаю. Уволиться хочу. Как это? Ты что, вот так за этот мотор обиделся? Ну, я же забрал заявление, но... Ну, я понимаю, простить не можешь. Да мотор здесь ни при чем. Мне в Москву нужно срочно вернуться. Ну, я понимаю, что я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой-то дурацкий рекламный буклет Столько рекламы рассылают Ваша правда Сейчас столько рекламы кладут в почтовый ящик Только успевай выбрасывать Так это письмо тоже в почтовом начитал? Нет, это у дверей лежало Он лежал на пороге Видать, не дождались? Вы не видели того, кто принес конверт? Нет, не видала Я готов Что, так быстро вещи разобрал? Неа Вещера же очень много Ну ладно, пойдем Хитрец Только я сейчас переоденусь, хорошо? Сейчас я быстро Садись Ешь Ешь Ешь, ешь Ешь Да-да Войдите Не думала, что ты так быстро придешь Прости, я просто не мог ждать до вечера Мне нужно срочно с тобой поговорить Я понял, что я не могу жить без тебя Вот Я люблю тебя Ты знаешь С той самой минуты, как я Тебя увидел Я просто не находил себе места Я не мог разобраться в своих чувствах А теперь я понял Ты мой ангел Ты знаешь, такая встреча бывает только раз в жизни Но ты сначала должен доказать мне Что твои чувства ко мне Искренние Ну, хорошо Как Мне это сделать? У меня дело к Николаю Я могу с ним поговорить? На его сейчас нет на месте Но вы можете мне изложить Суть дела Как его непосредственному начальнику Я боюсь, что вы не сможете мне помочь Мне нужен именно Николай Потому что то, о чем хочу поговорить с ним Не имеет отношения к работе Я по личному вопросу По личному? Вот как? Тогда это тем более меня касается Садитесь Делать ведь в том, что я не только непосредственный начальник Сержанта Каменева Ну и его отец Ага Ну, тогда понятно Почему он выбрал работу в милиции Это ваше влияние Ну да Ну, я считаю правильно Когда Сын идет по стопам отца Ну, наверное, вы правы Но вам никогда не казалось Что у вашего сына могут быть Другие таланты И другое призвание Я как-то не думал об этом Да вроде никаких Таких особенных талантов У Кольки и нет А вот и ошибаетесь Ваш сын Очень талантливый художник Поверьте мне Я в этом разбираюсь Что это вы взяли? Что мой сын художник? А вы что, никогда не видели его рисунков? А вот там вот На стене за домом Граффити Вы разве не видели? Это же его рисунки По-моему, очень талантливые Красиво Так Так вот Кто стены пачкает Ну, Колька Ой Да, хорошо Ты поднимись Поднимись потом Гранит Да, что? Тут к тебе милиция пожаловала Спасибо Здорово, сержант О Молодец, что зашел Что? Пойдем в кабинет поговорим Не-не-не, не могу Я спешу Меня батя прислал Что он хотел? Ну что, поговорить с тобой хочет О чем? Да я толком не знаю Велел передать, чтобы ты к нему зашел Злой с утра, как черт Идать серьезный разговор у вас намечается Ты почему такая грустная? Я грустная С чего ты взял? Ну, ты всю дорогу молчишь и вздыхаешь Ты не устала? Какой ты у меня заботливый сегодня Нет, не устала, Митька Все нормально Все нормально Давай, беги к своему другу А я тебя догоню Хорошо? Хорошо Конечно Я готова быть с тобой Но только при одном условии Пожалуйста, я готов выполнить любое твое условие Тебе звонит телефон Ерунда Нам никто не может помешать Ну, так говори, в чем же Твои условия Я готов выполнить любое твое желание Я хочу, чтобы ты Увез меня С собой в Москву Увез меня Ну что, готов? Тренировки. Сегодня мы будем с тобой отрабатывать прямые удары, уход от прямых ударов и уход от боковых ударов. Но для начала нам, конечно же, нужно разогреться. Начинаем с шеи. Так, разогреваем шею и в обратную сторону. Хорошо, разогревай шею. Теперь руки выбрасываем максимально вперед с движением. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Добрый день. Так, теперь мы должны с тобой включить твои ноги. Для этого нужно пробежаться тысяча двести метров. Куда бежать, знаешь? Давай. Добрый день. Я очень рад, что вы пришли. Митя так хотел увидеться с вами, что говорил меня еще на одно занятие. Но, к сожалению, это последний раз. А почему? Мне казалось, что ему нравится заниматься боксом. Да и у него неплохо получается. Я сама была бы рада, если бы он занялся боксом серьезно. Но, к сожалению, мой муж другого мнения. Понятно. Ну, что ж, очень жаль. Из него мог бы получиться толк. Впрочем, я... Я и сам не смог бы с ним заниматься. Я сегодня улетаю в Москву. Ну, вот. Ты не хочешь брать меня с собой, значит, ты меня не любишь. Боже мой. Как ты вообще можешь такое... Говорить, я... Я очень... Я очень люблю тебя. Ну, так в чем же дело? Ты не представляешь, у меня просто сейчас такое количество проблем. Я не могу отсюда никуда уезжать с наследством, с особняком. Ну, в общем, я не могу уходить. Уйти от жены. А зачем ей что-то говорить? Ты просто скажи, что тебе нужно по делам в Москву. Тогда мы с тобой едем вместе. Боже мой. Ну, ты даже не представишь, как ты права. И просто, когда мы приедем в Москву, на меня навалится такое количество проблем. И я просто очень боюсь, что ты останешься одна. А ты не бойся. Я же буду все-таки рядом с тобой, в Москве. А Москве ведь не может быть скучно. Не так, ну? Я готов. Завтра мы вместе уезжаем с тобой в Москву. Прямой. Еще. Уход. Прямой. Еще один. Прямой. Еще. Еще. Уход. Уход. Все. Давай отдохнем. Держи. Кстати, а ты любишь книжки про приключения? Ну, да. Когда был в твоем возрасте, любил про приключения. Мы часто с ребятами искали сокровища. Тайник какой-нибудь или бутылку с посланием. С каким посланием? Ну как, когда случалось какое-нибудь кораблекрушение или беда, то в воду бросали бутылку с посланием, где были указаны координаты или место. А как же послание за все это время не промокало? Ну, моряки знали специальный способ, чтобы записка сохранялась и не промокала. А это правда? Митька, иди искупайся. Может, найдешь в море сам какое-нибудь таинственное послание. Скажите, у вас что-то случилось? Нет, все хорошо. Ну, не обманывайте меня. Я же вижу, что-то не так. Вам нужна помощь? Ну, в общем, я думаю, что отец тебя позвал, чтобы поговорить по поводу кражи мотора. Какого мотора? Короче, смотритель со спасательной станцией написал заявление, что у него пропал лодочный мотор. А этот мотор потом нашли в кладовке отеля. Есть подозрение, что ты к этому причастен. Какие к черту подозрения? Вы что, с ума сходили оба? Я что, похож на лоха, который мотора с лодок ворует, что ли? Уже скоро начнет говорить, что я игрушки детей отбираю. Да ладно, ладно, не заводись. Я еще не говорю, что это ты спер. Понимаешь, отец тоже. Но раз имя твоего всплыло, значит, надо разбираться. Вы ты разбирайтесь! Я-то здесь при чем? Почему он должен тащиться в милицию? Чем от меня нужно? Откуда я знаю, что ему нужно? Может, хочет воспитательную работу провести? Пускай шпану дворовую воспитывает. Воспитательную работу. На меня у него нет никаких прав. Он от меня сам отказался. Ясно? В общем так, передай майору Каменеву, что никакую милицию, ни до каких бесед я являться не собираюсь. А если ему очень хочется меня увидеть в ментуре, пускай вызывает наряд. Все, разговор закончен. Вот так вот и передай. Так и передам. Так. Хорошие занавесочки. Кто выбирал? Ну, в общем, здесь, конечно, очень красиво. Но как-то холодно. Такое ощущение, как будто мы гостиницы. Борь, я здесь сделаю сказочный ремонт. Все, что ты хочешь. В любой момент мы едим в магазин и покупаем любые необходимые вещи. Бокальчики, чашечки, ложечки, рюмочки. Хоть герань в горшках, хоть бабу на чайник. Ну, по поводу герань в горшках ты погорячился. Угу. Но здесь есть где развернуться. Так что, Боря, держись. Я согласен на все. Главное, чтобы ты чувствовала себя хозяйкой не только внизу в ресторане, но и здесь. В этих холодных апартаментах. Хозяйкой до тех пор, пока ты снова не исчезнешь? Я? Я? Ну, а если я снова исчезну, что ты станешь делать? Сбежишь в свою холодную Москву? Нет. Я всю жизнь мечтала жить на берегу моря. А для начала я вернусь в гостиницу. А потом я заведу себе молодого влиятельного поклонника и выйду за него замуж. Ну, этого я допустить никак не могу. Значит, мне придется не исчезать. Боря. Боря. Тише, тише, тише. Вера, ну что случилось? Ну, иди ко мне, Вера. Там я слышала шаги, это, наверное, Велина. Ну, какая к черту Велина, это все отговорки. Ну, Велина. Ну, Велина, если она узнает, она насчет этого строга. Она меня выгонит. Не надо. Ну, Вера, ну я, Вера, ну я прошу, но никто ничего не узнал. Она узнает, она сразу поняла, что ты мне очень сильно нравишься. К тому же я не хочу, вот здесь, вот наспех, вот так вот. Хорошо. Вот как ты хочешь? Я хочу, чтобы когда ты меня отвезешь в Москву, чтобы ты снял самый шикарный номер в отеле, устроил самый великолепный ужин, прокатил по ночной Москве, и вот тогда я буду твоей. Хорошо. Я сделаю все, как ты хочешь. Да, вы правы, я... Я очень напугана. сегодня утром я получила какое-то странное письмо. И теперь не знаю, как быть. Что за письмо? Скорее всего, это чья-то глупая шутка, но я пытаюсь дозвониться мужу, а он не отвечает. Мне больше не с кем посоветоваться. А что там в этом письме? Вы мне можете его показать? Мне бы очень не хотелось вас обременять своими проблемами. Скорее всего, это просто шутка. Покажите мне это письмо. Ну, может, я помогу разобраться что-то чему. Если не хотите, чтобы с вашей женой случилось несчастье, продайте особняк и возвращайтесь в Москву. Доброжелатель. Это ты? Я так рада тебя слышать. Ну и когда же тебя встречать в аэропорту? Я как раз звоню тебя предупредить, что встречать меня не нужно. Подожди, ты что, не приедешь? Нет, я приеду, но не один. У меня обстоятельства изменились, я вынужден вернуться со своей женой. Жаль. А я уже придумала, где бы мы могли с тобой поужинать вдвоем. Да ты не волнуйся, все откладывается, но не отменяется. Но мы все-таки увидимся? Ну, конечно, я тебе сам позвоню, только позже. Целую, люблю. Ну, ладно, пока. По-моему, это не похоже на шутку. Кому-то очень нужен ваш дом. Вы думаете, что автор этого письма может осуществить свои угрозы? Трудно сказать. Но чтобы написать такую анонимку, нужны серьезные причины. А они есть. Знаете, Гриша действительно хотел продать особняк, но передумал. И сделка сорвалась как раз в тот момент, когда дома осматривал покупатель. Но поверьте мне, покупатель совсем не расстроился, когда Гриша отказал ему. И поэтому я надеюсь, что это чья-то глупая шутка. Ну, а тогда почему же вы испугались? Да вообще слишком много совпадений. Сначала ваш муж отказывает покупателю, после этого вам начинают украшать, требуют продать дом. Ну, что же делать? Я вижу только один. Правильный выход. Обратиться в милицию и как можно скорее. Но я не могу этого сделать, пока не поговорю с мужем. Ой, слушай, ну в такую жару ходить на рынок. Народу много. Зачем я это купила? Не понимаю. Какой-то по старой памяти. Постояльцев нет, я накупила, только денег потратила. Да не расстраивайтесь, вы, Елена Львовна. Сезон ведь сам в разгаре, и постояльцы обязательно появятся. А я в этом и не сомневаюсь. Бананы сегодня потрясающе. Ой, знаешь, там, где вот сюда мы брали, привезли. Я не сомневаюсь, дорогая моя, что все появится. И слава богу, что ты закончила эти шашни с Григорием. Все. А то романы на рабочем месте. Что это такое? Да. Вы правы. Теперь никаких романов на рабочем месте. Вера, ты что-то опять придумала? Ты мне лучше скажи сразу. Эвелина Львовна. Я увольняюсь. Ты красный. Ну что, был я у Сергея. Сказал, что ты его сюда вызываешь. Естественно, он отказался. Ну, Сергеем-то мы потом разберемся. А вот к тебе у меня есть очень серьезный разговор. По поводу. Что случилось? Что случилось? А случилось то, что выясняется, сержант милиции марает своим мазней стены. А? А? Что? Что, думал, не узнаю, да? Вот, узнал. Узнал. Не стыдно? Ну, ты же порочишь честь мундира, ты понимаешь? Что, по стопам своего братца заходил пойти, да? Зачем ты так? А зачем? А затем, что хочу тебе напомнить, что все преступники с малого начинают. Да. Что, в художники я решил пойти? Да, в уличные. В хиппи вот эти волосатые. Сегодня стены разрисовал, завтра что, марихуана? Причем здесь марихуана? Я без нее рисую. Вообще, почему ты так плохо обо мне думаешь? А как я еще должен думать? После такого позора просто. Отец, я все могу объяснить. Не надо, не надо мне что объяснять. Сейчас возьмешь краску, возьмешь ведро и пойдешь, все замажешь, все замажешь. А если еще раз узнаю, выговор без выходного, да еще сотрудника, представлю тебе. Пусть проследит, как ты это сделал. Ну, зачем? Давай я сам скажу. Ничего, ничего, ничего. Возьмешь сотрудника, возьмешь ведро, чего тебе там еще нужны, краски, кисти, и все, все замажешь. Будем считать, что это у тебя будет субботник. Все понял? Разрешите идти на субботник? Идите. Ладно, там нарисовал что-нибудь. Красивое, какого-то таракана. Как ты увольняешься? Почему? Ты что, работу себе новую нашла? Да вот еще, все одинаковые эти работы в этом городишке. Скучные, без перспективы, платят копейки. Велина Львовна, что вы, ну... Слушай, может тебе оклад не устраивать, но давай обговорим, что же сразу увольняться-то, Вер? Да нет, Велиночка Львовна, вы были ко мне очень добры, и работа меня у вас здесь устраивала. Ну что вы, Велина Львовна? Ну что ж тогда я не понимаю, Вер? Ну разгар сезона. Велина Львовна, я уезжаю. Куда ты уезжаешь? В Москву с Григорием Крижевским. Вот так. А как же это так получилось-то? А вот так. Вы проиграли пари, и Григорий Крижевский теперь у моих ног. Так что за вами должок. И команда получает банан. Устал? Нет. Ну что, пойдем домой? Как? Мы же хотели еще потренироваться. Нет, на сегодня достаточно. Перенапрягаться тоже вредно. Особенно новичку. Митька, иди переоденься. Спасибо за поддержку. Да ну что вы. Позвольте, я вас провожу до дома. Нет, не нужно. Вы забыли, что я же ваш ангел-хранитель. Я не могу отпустить вас вдвоем после этих угроз. Вы знаете, у меня есть муж, и он сумеет позаботиться обо мне и Мите. Да, вы правы. И еще, забудьте об этом разговоре. Я не должна была показывать письмо. Не беспокойтесь. Никто не узнает об этом разговоре. Ну что, пошли? Да. Давай, прощайся с Иваном. Ну, пока. Давай, счастливо. До свидания. До свидания. Нет, ну не идиотизм, а. В дождь в форме красить. Не высохнет же. Ты туда посмотри. Скоро солнце выглянет. Ага, как же. Ты что, нашу погоду не знаешь? Слушай, ну я только одно не понимаю. Ну зачем? Зачем закрашивать, а? А ведь красиво. Красиво. Выглядит так, как будто бы так и было задумано. Вася, оно так и было задумано. Слушай, а может быть, давай не будем закрашивать, а? А майору скажем, что закрасили. Гений. Просто гений. Слов нет. Майор приедет сюда, глянет на эту всю красоту. И как думаешь, что он нам скажет потом? Мне в особенности. А самому-нибудь жалко. Кому? Майору? Тебе. Мне жалко. Блин, ну откуда же он узнал, что это моя работа, а? Здравствуйте, Николай. Да, гражданочка, вы кто такая? Спокойно, спокойно, это моя знакомая. Степан Юрьевич. Степан Юрьевич, Степан Юрьевич, проснитесь. А? Мне уйти нужно ненадолго. Что случилось? Да там отдыхающих нужно проводить. Вы не могли пока подежурить вместо меня? А че их провожать? Они что, сами не дойдут, что ли? Это если каждого отдыхающего провожать, это Ваня, кто же работать будет? Да нет, это важно очень. Я скоро вернусь. А вот так вот. Вы проиграли пари. И Григорий Крижевский у моих ног. Так что за вами должок. А откуда ты знаешь, что Григорий Крижевский не врет? А не врет он мне. Если бы вы только слышали, как он мне клялся в любви. Ой, боже мой. Да все они клянутся в любви. А потом достигнут своего. И пиши, как знали. А вот вы злитесь, потому что вы проиграли пари. Да? Да. А кто выиграл-то? Мы еще посмотрим. Да, посмотрим. Вы мне не верите, да? Нет, не верю. И какие вам доказательства нужны? А я увижу, когда ты уезжаешь. Вот и пойму. А вот завтра утром вы увидите, когда Гриша заедет за мной и мы поедем в аэропорт. Понятно. Доживем до утра. Угу. И вообще, вы не теряйте времени. Вы ищите мне новую замену, себе помощницу. А мне тут с вами некогда разговаривать. Мне нужно вещи собирать. Не тяжело тебе? Не устал? Нет. Я сильный. И скоро стану еще сильнее. Только нужно тренироваться. Кстати, а мы пойдем завтра к Ивану? Мне нужно отработать новый прием. Ну, Митя, ну ты же знаешь, это невозможно. Папа будет недоволен. А потом ты обещал, что как только мы переедем в дедушкин дом, ты забудешь про бокс. Ладно. Раз обещал, нужно выполнять. Слушай, сдается мне, что ты что-то задумал, да? Не надейся, тебе все равно не удастся тайком бегать к Ивану. Тем более, что завтра он уезжает в Москву. Как это? Он же мне ничего не сказал. И даже как следует не попрощался. Ты знаешь, иногда лучше расставаться сразу. Не прощаясь. Пока еще не успел сильно привязаться к человеку. Пойдем. Пойдем. Давай, может, я тебе помогу? Нет. Нет? Уверен? Нет. 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 Они тут스크а знают, нет. Ну, вон они и вернулись. Спасибо. А то Григорий Анатольевич волновался, куда это вы запропастились. Гриш, ты прости, мы просто решили искупаться, а то так душно целый день, а на море хорошо. Ну, а меня вы могли подождать? Или вы предупредили, где вас искать? Я закончил дела, я хотел просто присоединиться к вам. Я звонила тебе, но ты не отвечал, так что не ворчи. Митя, иди по-мою руки, будем обедать. Я сейчас все приготовлю, а после обеда будем чай пить с печеньем. Я сегодня такое печенье купила, ну, прям сало во рту тает. Пойдем. Жаль, мне просто так сегодня хотелось побыть с вами. Тем более, что мне завтра придется улететь в Москву. Как? Как в Москву? Нет, Гриш, не сейчас. Это невозможно. А что случилось? Почему я должен отменить поездку? По-моему, у нас проблемы. Прочите. Гриш, не сейчас. А любовь, священный родник, ты молю меня, не покинь. Я твой самый главный тайник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова